здравствуйте уважаемые подписчики видеослушатели видеоблогеры меня зовут Эд сейчас я хочу завершить свой цикл ремонт в квартире с чего начать сейчас последнюю часть записываю и хочу поговорить в принципе и о главных и еще о косвенных составляющих вашего будущего ремонта ну еще главных составляющих о которых вы должны знать при проектировании своего ремонта это водоснабжение ну и канализации ну и отопление то есть все это относится к этому все относится к этому разделу к этому вопросу тоже надо подойти очень основательно потому что очень много случаев когда некачественное и непрофессиональное водоснабжение отопление способствовало тому что топили целые квартиры а на верхних этажах топили и три квартиры и это очень важно потому что потом этот ремонт вам соседям выливается в десятки тысяч денег не буду говорить каких украинских русских в общем это очень сложный вопрос поэтому как бы что-то кому-то навязывать я не собираюсь в любом случае вы знаете что теоретически есть два вида подводных труб как для отопления так и для воды то есть многослойные трубы металлопластиковые так сказать где в середине идет прослойка металлическая там алюминиевая какая-то и есть паяны и получается однослойные ну считается что не однослойные пластмассовые трубы более таки толстые ну их специальными аппаратами паяют что лучше что хуже не могу сказать за последние 10 лет в принципе были случаи что и та система и так давала какие-то сбои у клиентов ну не у наших клиентов просто у клиентов и были такие как случаи и поэтому что-то рекомендовать я не могу но в любом случае самое главное вы должны выбрать самые качественные трубы самую качественную к ним фурнитуру ну вот сама труба идет ну и различная фурнитура к ним то есть есть она будет некачественная это раз если некачественные здесь собрать затянуть то вот это все обрывается нафиг так сказать и наступает капец то есть фурнитура и трубы должны быть сама максимально качественные максимально дорогие которые есть ну и конечно профессиональный мастер который профессионально или спаяет эту вашу всю систему или скрутит то есть это очень важно и там по моему даже в этой системе где вот кругу скрученная то есть непаянная скрученная то есть ее нужно профилактику проводить потому что даже у меня один раз на унитазе через пять лет просто оборвала вот это кольцо ну с кольца вылетела просто труба поэтому это вопрос очень сложный на него надо обратить очень пристальное внимание и конечно же вам проконсультироваться с очень хорошими специалистами желательно с двумя что и по не по этому поводу говорит ну все тоже касается и водоснабжения в принципе подводок газовым трубам вот подводки газовым трубам колонки подводки то есть они должны быть максимально высокого качества самые дорогие которые есть вот эти соединители они должны быть максимально дорогие ну и в принципе там есть стандарты газовые стандарты по газу тоже кучи проблем были что обрывала то есть покупали эти все дешевые соединительные трубки и обрывала очень часто обрывала на на смесители то есть на смесители я вам открою секрет почти все смесители до среднего класса продаются с временными соединительными трубками поэтому их обязательно какой бы вы смеситель не купили их обязательно надо менять там на испанский или на какие-то там еще там самые лучшие которые есть но оставлять соединительные трубки водяные на купленном смесители это очень 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 опасно возьмите себе на заметку ну в принципе как бы главные рекомендации по топлению по воде я вам дал используйте хороших мастеров и очень качественный материал дорогой ну это определенный определенная страховка для вас вот затопление и вообще вот всех этих серьезных непредвиденных обстоятельств так ну что еще хочу сказать по поводу ремонта такие косвенные косвенные рекомендации косвенные рекомендации будут касаться охраны и того что мы всегда не любим страховки то есть ну охрана понимаете вашей квартиры что это такое поставить на охрану квартиру особенно какую-то дорогую квартиру это тоже очень важно потому что вы знаете благосостояние нашего народа так сказать уменьшается разрыв между миллионерами и нищими увеличивается поэтому вы как увидели что последнее время и банки грабят чаще и пункты обмена валют грабят чаще и квартиры грабят уже чаще поэтому охрана централизованная на вашу квартиру то я вам рекомендую этот вопрос не упускать и и последний вопрос это страховка то есть квартиру можно застраховать вот многих 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 несчастных случаев а также и от кражи то есть от затопления это называется действие третьих лиц вот действие третьих лиц то есть если вас залили соседи конечно приятно если у вас есть страховка и вам покроют убытки какие-то там на сто процентов или на восемьдесят а так вы будете судиться с соседями потратите еще кучу денег ну возможно вам выплатят если соседи работают если не полу бомжи понятно что никто у них не возьмет деньги если них нет так что 10 20 там 50 гривен месяц на страховку не жалеете вы знаете за рубежом страхуют даже не знаю даже сиськи страхуют поэтому квартиру застраховать обязательно нужно это такой страховочный вариант более что страховка недорогая есть еще страховки помесячные это очень-очень тоже важно так ну все в принципе мой цикл из пяти по моему передач про ремонт с чего начать закончен самое главное вам рассказал второстепенные моменты тоже рассказал но все вы дерзайте проектируйте делайте ремонт какие-то мои пожелания рекомендации используйте они в принципе проверены временем не так все просто поэтому все всем вам благо мир вам всем меня зовут эт мебель прокси заходите к нам на сайт заказывайте мебель всего до новых встреч и других обзоров все спасибо за внимание и пока